Приветствую вас во второй части. Итак, мы в первой части с вами связали спинку. Я спинку переодела на булавочку, открытые оставила петельки для плечевых швов, не закрывала их. И сейчас мы приступаем к ввязыванию передней части жилетика. Для вязания переда практически все то же самое, что мы делали для спинки. Смотрите, мы набираем 57 петелек, но рекомендую вам начать вязание первого ряда в зеркальном отображении по отношению к спинке. Это как? Смотрите. Мы первый ряд резиночки 1х1 для спинки вязали кромочную петлю лицевую, затем изнаночную лицевую, изнаночную лицевую. То здесь рекомендую вам начать наоборот, то есть начать с кромочной, затем вязать сразу же после кромочной лицевую, затем изнаночную лицевую изнаночную то есть как бы там у вас раппорт узора резинки 11 составлял изнаночная лицевая петля то здесь наоборот лицевая изнаночная и когда вы повернете на лицевую сторону как я вам уже говорила наборочная косичка вот это наша красивая с внешней стороны то у вас как раз таки при сшивании за кромочные петли получится непрерывное вязание резинки 11 на спинке и напереди то есть если убрать кромочную петлю то у вас на спинке закончилась лицевой петлей а здесь начинается изнаночной петлей соответственно у вас сошьется кромочной и получится непрерывное вязание резинки 11 и конечно же по соотношению к узору к основному двойной жемчужной вязкой у нас точно также пойдет смещение то есть раппорт узора у нас будет составлять не как на спинке начинали мы то здесь по соотношению к резиночке один на один чуть-чуть по другому будет здесь у нас будет над изнаночная лицевая над лицевой изнаночная казалось бы все то же самое но со смещение на одну петельку то есть получится шахматном порядке но как бы с половиной раппорта узора на спинке вот сейчас я на передней стороне буду комбинировать белый с розовым цветом как я вас уже предупреждала поэтому я провязав резиночку в 9 рядочков как мы вязали на спинке абсолютно точно так же делаем им с передней стороны буду продолжать вязать ниточкой белого цвета соответственно буду делать полосы вот все делать мы будем абсолютно то же самое как и на спинке до проймы то есть сейчас от начала вязания от наборочной косички нам нужно будет провязать 20 сантиметров перед тем как начать закрывать петельки для проймы то есть все то же самое но я буду комбинировать вязать ниточкой то белого то розового цвета при этом я буду продолжать вязать узор двойная жемчужная вязка соответственно делать в каждом лицевом ряду сдвиг на одну петлю в шахматном порядке продолжая вязать лицевая изнаночная петля очередование а с изнаночной стороны буду вязать по рисунку то есть все абсолютно как мы делали на спинке до проймы и сейчас перед у нас аналогичен то есть вяжем точно также провязав высоту в 20 сантиметров переда точно так же как и на спинке мы должны убавить нашу проймочку то есть смотрите мы связали резиночку затем 11 рапортов узора двойной жемчужной вязки при этом я меняла ниточку белого цвета и делала розовые вставочки вот такие у меня спинка однотонная если у вас и перед однотонный то соответственно вы ниточку не меняете просто вяжите аналогично спинке 11 рапортов и сейчас мы находимся на первом ряду 12 рапорта узора сейчас мы будем закрывать первые четыре петли для проймы как делали это на спинке я снова поменяла ниточку на белый цвет вот она моя лицевая сторона обратите внимание что наборочная вот эта ниточка у нас находится сейчас с левой стороны вот она моя изнаночная сторона и мы вначале лицевого ряда будем закрывать 4 петли кромочную снимаем дальше у нас идет по рисуночку изнаночная мы изнаночную вяжем лицевой и на эту лицевую переносим кромочную петлю спускаем полностью со спицы дальше у нас идет лицевая петля мы над ней вяжем изнаночную и переодеваем предыдущую петлю на эту изнаночную петельку. Спускаем полностью со спицы и дальше точно также над изнаночной петлей вяжем лицевую. У меня изнаночная спустилась. Вяжем лицевую и предыдущую петлю одеваем на эту лицевую. И еще раз повторяем. Над лицевой петлей вяжем изнаночную, переодеваем на нее предыдущую петлю. Таким образом мы закрыли первые 4 петельки. И как бы сейчас кромочная первая петля у нас вот она на правой спице. Точно так же все мы делаем, как делали на спинке. Закрыв первые 4 петли мы до конца этого ряда полностью до последней кромочной петли вяжем по рисунку. То есть как первый ряд мы вяжем рапорта узора со смещением, над изнаночной вяжем лицевую, над лицевой петлей вяжем изнаночную. Вот таким вот образом мы должны довязать до конца ряда. Не забывайте, что последняя петля кромочная у нас изнаночная. Для того, чтобы была у нас сбоку красивая косичка. Довязав до конца этот ряд, разворачиваем на изнаночную сторону. И как вы помните, изнаночная сторона у нас вяжется по рисунку. Сейчас мы будем делать все по тому, как легли петли у нас в лицевом ряду, но при этом также с другой стороны закроем 4 петельки. Кромочную снимаем, дальше следующая у нас идет изнаночная. Вяжем изнаночную и на нее переодеваем кромочную петлю. Дальше у нас идет лицевая, на нее переодеваем предыдущую петлю. Изнаночная вяжем над изнаночной и на нее переодеваем предыдущую петлю. Мы закрыли 3 петельки и дальше последний четвертый раз вяжем лицевую петлю и на нее переодеваем предыдущую петлю. Таким образом мы закрыли 4 петельки и с другой стороны. Теперь до конца этого ряда изнаночного нам нужно довязать по рисуночку, как легли петельки. Изнаночная над изнаночной вяжем, лицевую петлю вяжем над лицевой до конца этого ряда. При этом у нас теперь кромочная петля, как вы помните, с другой стороны вот эта. Поэтому мы вяжем ее, теперь продолжаем вязать изнаночной в конце ряда, как и вязали до этого вот здесь вот красивую косичку с краю. То есть она у нас будет изнаночной. Все остальные петельки вяжем по рисунку, как легли петли в лицевом ряду. Связав до конца изнаночный ряд, нам нужно еще пол рапорта довязать. То есть 12 рапорта высоту нам нужно довязать. Поэтому сейчас вяжем лицевой ряд со смещением на одну петлю в шахматном порядке и изнаночный ряд. То есть довязываем 12 рапорта до конца, оставшиеся по центру наших 49 петелек. Изначально было 57, по 4 петли мы закрыли с каждой стороны, минус 8 петелек, получается 49. Вот эти 49 петелек нам нужно довязать еще 2 ряда по узору. 12 рапорта довязан и теперь нам наши 49 петелек нужно поделить пополам. Получается 24 целых и 25 петля, скажем так, одна петля у нас лишняя. Вот находим эту центральную петлю, то есть отсчитываем 24 с одной стороны, 24 с другой стороны. И находим центральную петельку. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Нашли 25 петлю и для удобства я ее отмечу булавочкой. Это у меня лицевая петелька. Досчитав до конца ряда, у нас также должно остаться 24 петли. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Все, 25 и с той стороны петля, 25 и с той стороны петля. То есть вот она лицевая. Отмечаю я ее булавочкой, для удобства можете отметить ниточкой, маркером и так далее. И теперь берем спицу руки. Кромочную снимаем, дальше как и все лицевые ряды вяжем со смещением. Над изнаночной вяжем лицевую, над лицевой изнаночную петлю. Так нам нужно провязать со смещением пол ряда до нашего маркера. То есть вот до вот этой 25 петельки. Дальше у нас идет 25 петелька и первая петля с другой стороны из 24. Мы эту лицевую и следующую изнаночную петлю вяжем одной петелькой лицевой вместе за дальнюю стеночку. То есть у нас сейчас вместо лицевой и изнаночной петли одна лицевая петля осталась. Дальше по узору довязываем до конца ряда со смещением. Идет лицевая, мы над ней вяжем изнаночную, над изнаночной вяжем лицевую. Вот так довязываем до конца этого ряда. Кромочную петлю мы также вяжем изнаночной, чтобы получилась в конце красивая косичка. Довязав до конца ряд, разворачиваем на изнаночную сторону. И как вы помните, изнаночная сторона у нас вяжется по рисунку, который мы задаем в лицевом ряду. Нам нужно довязать до центральной вот этой петельки убавления полностью все петли по рисунку. Кромочную снимаем, дальше вяжем над изнаночной и изнаночной петлю, над лицевыми петлями лицевые петли. До центра, то есть до нашей булавочки. Центральная петля, там где мы сделали убавление, вяжем ее изнаночной петлей. Не довязывая ряд до конца изнаночной, поворачиваем на лицевой ряд. Сейчас для вас правой стороны вот этой не должно существовать. Мы будем вязать только левую сторону. При этом в каждом лицевом ряду мы будем провязывать первые две петельки. В данном случае это лицевая и изнаночная петля вместе одной лицевой петелькой. За дальнюю стеночку захватываем две первые петли и вяжем лицевой. Все остальные петельки мы будем довязывать по рисуночку. То есть смотрите, мы также продолжаем вязать узором двойной жемчужной вязкой до конца лицевого ряда со смещением. А каждая изнаночная сторона у нас как всегда будет вязаться по рисуночку, который мы будем смещать в лицевом ряду. В изнаночном ряду мы ничего не будем делать. Мы будем просто лишь вязать по рисунку оставшиеся петельки. Обязательно не довязывая до конца ряда, мы будем останавливаться по центру. То есть развернув на изнаночный ряд, смотрите, уже четко видно, где этот центр находится. Поэтому довязываем на изнаночной стороне по узору петельки. При этом центральная петля, которую мы будем вязать в каждом лицевом ряду первой, она у нас будет всегда с изнаночной стороны вязаться изнаночной. Как бы представьте, что это та же кромочная петля, которую мы всегда вяжем в конце ряда. Вот это вот у нас будет считаться как конец ряда условный. То есть центр это конец левой стороны полочки. Вот связав по рисуночку у нас последняя петелька изнаночная, не довязывая до конца изнаночный ряд, разворачиваем на лицевой. И снова в лицевом ряду первую и вторую петельку вяжем вместе одной лицевой. То есть как бы делаем убавление, сокращение одной петли. И дальше вяжем петельки со смещением. Изнаночный ряд просто вяжем по рисунку. Довязали изнаночный ряд. И снова в начале лицевого ряда нашей левой полочки вяжем две петли вместе одной лицевой. Дальше вяжем петли со смещением. И с изнаночной стороны снова ряд вяжем по рисуночку. Обратите внимание, чтобы у вас не делилась ниточка, чтобы не добавить петельки. Мы сейчас должны будем для нашей горловинки V-образной убавлять равномерно по одной петельке в каждом лицевом ряду. То есть мы сейчас вывязываем горловинку, только лишь убавляя по одной петле в начале каждого лицевого ряда. Все остальное пока не трогаем. Вот так вот. Смотрите, у нас было 24 петли, центральная 25 петля. Сейчас я вам скажу, сколько у нас осталось. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21 петля вместо 25 петель. Вот таким вот образом я буду убавлять в каждом лицевом ряду по одной петле, провязывая первую и вторую петлю вместе. А с изнаночного ряда просто провязывать по рисунку. Не забываем, что делаем смещение в каждом лицевом ряду. Продолжаем. И кромочная, последняя петля у нас изнаночная. Первая петля у нас в изнаночном ряду будет сниматься, последняя у нас изнаночная. Вот это самое главное. Убавляем до тех пор, пока у нас не останется всего лишь на спице 10 петелек на левой полочке. Довязали до момента, когда убавили до 11 петелек в лицевом ряду. И сейчас, по идее, вам нужно провязать все 11 петелек с изнаночной стороны по рисунку. Но в этом, как раз таки, изнаночном ряду мы убавим последнюю петельку с краю, для того, чтобы получилось 10 петель. Почему так? Смотрите, если мы сейчас довяжем этот рапорт до конца и начнем следующий ряд, по идее, как бы, следующее сокращение, то у нас добавится целых 2 ряда лишних. Смотрите, почему лишних? Если мы соединим спинку и перед, то у нас получится передняя сторона на 2 ряда длиннее, чем спинка. Вот, чтобы этого не было, последнее убавление до 10 петелек на плечике мы сделаем в изнаночном ряду после того, как убавили до 11 петелек. Разворачиваем на изнаночный ряд, для удобства я уже перешла на чулочные спицы. Первую кромочную снимаем, затем, по идее, мы должны провязать по рисунку петельки. Вот вяжем петельки по рисунку до тех пор, пока у нас не останется на левой спице 2 последние петли. Итак, изнаночную над изнаночной, лицевой над лицевой вяжем. И сейчас смотрите, что мы делаем. Мы снимаем на правую спицу непровязанные 2 петли, вот так вот пододеваем их, скажем так, с правой стороны и переодеваем обратно. Вместе вяжем изнаночной петлей 2 петли. Для того, чтобы развернув, у нас получился красивый наклон влево. То есть мы меняем их местами и затем провяжем изнаночной петлей. Вот таким вот образом. Сейчас у нас, по идее, провязан изнаночный ряд и осталось 10 петель на плечике. Я так и оставлю на одной, скажем так, чулочной спице левый край. Он у нас закончен. И если вы посчитаете по количеству рапортов, у вас должно совпадать передняя сторона с плечиком, со спинкой. И для удобства я сейчас вот эти петельки оставлю открытыми. То есть у нас на спинке открытые 10 петель плечика. И на передней стороне одной из полочек у нас открытые петельки. Точно так же мы и на второй полочке оставим открытые 10 петель. Сейчас ниточку можете отрезать. Оставьте буквально 7-10 см для того, чтобы спрятать вот этот краешек. Нам ниточка здесь не нужна. И мы начнем сейчас вязать правую сторону. То есть правую полочку, правую часть. И точно так же будем делать убавления для того, чтобы получился наклон из другой стороны. Для того, чтобы не спали петельки при вязании, я все-таки решила переодеть их на булавочку. И смотрите, так как мы лицевой ряд уже провязали, получается, с правой полочки, то сейчас мы начнем вязание с изнаночной стороны для того, чтобы начать убавление на правой полочке. Смотрите, берем, поворачиваем изнаночной стороной и прикрепляем отрезанный краешек. У меня это сейчас ниточка белого цвета. И будем делать присоединение с изнаночной стороны. Первая петля у нас идет изнаночная. Вот так и провяжем ее изнаночной. Так как у нас это изнаночный ряд, а все изнаночные ряды мы делаем по рисунку, вяжем, то так и провяжем по рисунку целый ряд, это до конца. При этом первую мы провязали лишь только в первом ряду. Во всех последующих рядах первую я буду снимать непровязанной, а последняя петля у нас будет изнаночная. То есть, как кромочные петли мы делали для красивых сторон нашей левой полочки. Сейчас, повторюсь, мы начинаем вязать правую полочку. С изнаночной стороны, с середины. Довязав изнаночный ряд до конца, разворачиваем на лицевой. Первую кромочную снимаем. И так как мы в лицевом ряду делаем смещение на одну петлю, то над лицевыми вяжем изнаночные, а над изнаночными вяжем лицевые петельки. До двух последних петелек. Вот здесь вот, не доходя до последних двух петелек. Все петельки вяжем со смещением. И дойдя до двух последних петель лицевого ряда, в конце мы две последние петли будем вязать лицевой петлей. Но обратите внимание, что будем вязать за дальнюю петельку. То есть, вот она первая идет изнаночная, вторая лицевая. И мы будем вязать за лицевую петлю вместе лицевую и изнаночную. Вот так. Хотите, можете подтянуть пока краешек ниточки, но он у вас будет пока вытаскиваться. Мы его в конце вязания закрепим. И сейчас разворачиваем на изнаночный ряд. И как вы помните, первая петля провязанная снимается. Дальше все петельки вяжем по рисунку. При этом последняя кромочная петля у нас будет изнаночная. Повернув на лицевой ряд, кромочную снимаем и дальше вяжем петельки со смещением. Над лицевыми вяжем изнаночные, над изнаночными петлями вяжем лицевые. Вяжем до двух последних петель в лицевом ряду. В конце остается изнаночная лицевая петля. Мы заводим спицу за лицевую петлю и за передние стеночки вяжем лицевую и изнаночную петлю вместе. И у нас получается провязывание с наклоном вправо. То есть косичка идет вот так вот аккуратненько, уходит в правую сторону. Поворачиваем на изнаночный ряд. Изнаночный ряд, как вы помните, у нас вяжется по рисунку. Кромочная снимается. Дальше лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной. И теперь смотрите, вяжем этот ряд до конца. И лицевой мы будем довязывать до двух последних петелек. И две последние петельки в лицевом ряду мы будем провязывать вместе. То есть если вы посмотрите отличие правой полочки от левой, тем, что мы будем делать убавление не в начале ряда, как мы делали. Вот здесь вот, ну как бы в серединке мы делали, но это было у нас начало ряда. Вот оно. А в конце и провязывать будем за последнюю, заводя петлю, спицу вместе, предпоследнюю и последнюю петельку. То есть смотрите, у нас здесь косичка шла красивой, ровненькой, как бы с наклоном вправо. Ой, влево, простите. И здесь с другой стороны идет красивая косичка с наклоном вправо. То есть и получается этот V-образный вырез. Мы будем делать убавление, еще раз повторюсь, в каждом лицевом ряду в конце. Изнаночный ряд вяжем по рисунку. Лицевой ряд вяжем со смещением до двух последних петель. Две последние петли вяжем в конце ряда. То есть сейчас мы изнаночный ряд провязали. Разворачиваем на лицевой ряд. Вяжем петельки со смещением. Кромочную снимаем дальше. Изнаночная над лицевой, лицевая над изнаночной. До двух последних петелек. Дошли до последних петелек. Заводим за последнюю петлю и вяжем лицевую и изнаночную петлю вместе одной лицевой петелькой. Сократили на одну петлю. Дальше вяжем изнаночный ряд по рисунку. Кромочную снимаем, лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной. И вот так вот вяжем по рисунку изнаночный ряд. В лицевом ряду, повторяюсь, делаем смещение на одну петлю в шахматном порядке. Вяжем до двух последних петель. Две последние петли вяжем всегда в лицевом ряду. Две последние петли вяжем вместе. Так мы будем вязать до тех пор, пока у нас не останется петелек на нашей правой полочке. Сделав в конце ряда лицевого убавления и у нас получилось 11 петелек на правой спице. Теперь поворачиваем на изнаночный ряд. И сейчас по идее мы должны были провязать ряд по рисунку. Но для начала берем первую и вторую петлю и вяжем изнаночной петлей две вместе. А дальше теперь у нас идет изнаночная по рисунку, лицевая по рисунку. В общем, по рисунку довязываем до конца изнаночный ряд. И что у нас получается? Смотрите, мы сейчас смотрим на правую и левую полочку. У нас получилось по количеству рядочков одинаково. При этом закончилось вязание в конце 11 ряда с одной и с другой стороны. И при этом у нас получилось одинаковое количество рапортов по высоте на правой, на левой полочке. И на спинке, и на переде. То есть одинаковое количество рапортов связано в высоту. Сейчас для удобства я переодеваю с булавки на спицу. Открытые петельки. И с той и с той стороны, обратите внимание, у нас по 10 петелек. И сейчас мы будем делать плечевые швы. Можете маркер уже снимать, он нам не нужен, или булавочка, или что у вас. И мы сейчас будем сшивать плечевые скосы на обеих сторонах. Теперь берем спинку, и как раз таки нам сейчас понадобятся те ниточки, которые мы оставляли для пришивания наших плечиков. Смотрите, берем спинку и кладем таким образом, чтобы у нас верхняя сторона была сверху. И ниточка вот эта наборочная наша, которую мы оставляли, была с левой стороны. Теперь берем перед и кладем перед изнаночной стороной к нам. Вот так вот. И у нас вот эта наборочная ниточка с переда должна быть с правой стороны. Прикладываем друг к дружке, и получаются у нас плечевые скосы на одной стороне 10 петелек, и на другой 10 петелек. И вот как раз таки вот это мы и будем сейчас сшивать. Ниточка, которая у нас осталась длинненькая, на спинке. Даже если у вас на спинке не осталась ниточка длинненькая, можно было ее оставить спереди. Но так как я уточняла это при вязании спинки, то в принципе вот так у вас должно было остаться. Если же у вас на спинке не осталось вот этой длинной ниточки, то просто присоединяйте новый краешек, и соответственно вам придется прятать не один вот этот краешек, а тот, который будете присоединять. То есть будет у вас их три. Итак, сейчас смотрите. Находим первую петельку с передней части и первую петельку с задней части. И вводим спицу в одну и во вторую петлю. Первую на одной спице, первую на второй спице. В две петли ввели одну спицу рабочую. Теперь захватываем вот эту рабочую ниточку и протаскиваем сквозь две петли. Первую петлю на одной спице и первую петлю на второй спице. И спускаем эти две первые петельки полностью со спиц. У нас получилась вот такая протянутая рабочая петля сквозь две петли, как бы лицевая. Снова находим вторую петельку на одной спице и вторую петельку на другой спице. Вяжем лицевую сквозь две петли и спускаем со спицы. Смотрите, теперь первую провязанную лицевую одеваем на вторую. Это я делаю на правой спице рабочей. У нас получилась вместо двух одна петля. Находим третью петлю на одной и третью петлю на второй спице. Вяжем сквозь две петли одну лицевую, спускаем их со спиц и переодеваем предыдущую лицевую на только что провязанную. То есть делаем одновременное закрытие двух сторон с открытыми петлями. Находим четвертую петельку на одной и на второй спице, вяжем лицевую, спускаем их со спиц и протаскиваем одну лицевую, предыдущую провязанную, на последующую. И так делаем попарно, провязывая лицевую петлю и переодеваем предыдущую провязанную на последующую. Снова лицевая сквозь две петельки, переодеваем предыдущую провязанную на следующую. И вот так вот попарно я провязываю лицевую и предыдущую перекидываю на провязанную петлю. И смотрите, благодаря тому, что у нас по 10 петелек на каждой из спиц, у нас попарно должны провязаться абсолютно все петельки с одной и со второй спицы. И вот она последняя пара, мы провяжем последнюю десятую лицевую, переодеваем на нее предыдущую лицевую. Теперь я подтягиваю краешек ниточки, вот здесь краешек петельки, и у нас остается всего лишь одна петелька на спице. Я ее привытяну, вот у нас что получается, обратите внимание, что у нас с лицевой стороны получается, лицевая сторона у нас сейчас с внутренней стороны находится. Вот такой вот аккуратный шовчик, при этом закрытые петельки, он снаружи и снутри очень гладенький, достаточно мягкий, и должен получиться, и красивый. Теперь вот эту последнюю петельку, что мы делаем? Я ввожу для удобства крючок, на него перекидываю последнюю петельку, хорошо подтягиваю эту петлю. Теперь захватывая рабочую ниточку, делаю одну воздушную петлю, хорошо затягиваю, и вторую воздушную петлю, хорошо затягиваю. Краешек ниточки, который остался, я вытаскиваю, хорошо еще раз подтяну, и мне остается спрятать лишь вот эти две ниточки. Это рабочая ниточка, которую мы сшивали, и вторая рабочая ниточка, которая у нас осталась при вязании передней стороны. Вот они две ниточки, которые можно между собой связать по желанию, чтобы у нас здесь ничего не мешало, и просто прячем краешек. Точно так же делаем и со вторым плечиком. Находим рабочую длинную ниточку, вот она у меня на спинке, и точно так же попарно провязываем и перекидываем предыдущую на провязанную последующую лицевую. Сшив два плечевого скоса, вот что у нас должно получиться. И вот так аккуратно это выглядит с лицевой стороны. Развернув обратно на изнаночную сторону, разворачиваем вот так вот спиной к себе, ее поворачиваем удобным краем и освобождаем ниточку, которую мы оставляли с вами для сшивания бокового шва. Вот она у нас она. И теперь берем, присоединяем спинку и переднюю сторону к себе, обратите внимание, на изнаночной стороне, и находим крайнюю петельку, вот здесь вот боковой косички, кромочной нашей петельки. С одной стороны крайнюю петлю нашли, и с другой стороны крайнюю петельку нашли. Вот она она у нас. Теперь берем, вводим крючок в одну и во вторую сторону и продеваем, захватываем вот эту ниточку, которую оставляли для сшивания боковых швов. Как бы сделали начальную рабочую петельку. Теперь находим следующую боковую, вот здесь вот, косичку с одной и с другой стороны, следующую петельку, косички, и прошиваем сквозь две стеночки с одной стороны, и сквозь две стеночки с другой стороны, захватываем рабочую ниточку, протаскиваем сквозь обе стеночки, обе петли, и теперь делаем как бы соединительный столбик. То есть продеваем сквозь первую провязанную петлю, вторую. Теперь находим следующую петельку. Вот так вот поочередно я буду пропускать рабочую ниточку и делать как бы соединительный столбик или протяжку. С одной стороны, с другой стороны продеваем рабочую ниточку и сквозь первую прошитую петлю продеваем вторую. Снова с одной стороны, с другой стороны и прошиваем сквозь петельку. С одной стороны, с другой стороны и прошиваем сквозь петельку. С одной стороны, с другой стороны прошиваем сквозь петельку. Вот так вот поэтапно я по одной петельке то с одной, то с другой стороны захватываю и протягиваю. Захватила, протянула, захватила, протянула. Вот таким самым простым способом, как на мой взгляд, я буду сшивать боковые швы. По желанию, конечно же, можно вставить ниточку в иголочку и сшить тайными стежками с лицевой стороны. Либо же это какие-то способы, скажем так, у каждого индивидуальной хитрости. Поэтому сшиваете удобным для вас способом. Можно не обязательно вот таким. Но, как на мой взгляд, он достаточно простой. Здесь получается достаточно широкий шовчик с изнаночной стороны, но он очень мягкий и эластичный. Вот что получается у нас с лицевой стороны. Смотрите, благодаря тому, что мы делали изнаночную петлю и лицевую, у нас как бы получилось непрерывное вязание резиночки один на один. И с боковой стороны, посмотрите, у нас как получилось аккуратно и не видно шовчик, когда мы сшивали переднюю часть и спинку. Вот такой у меня получается шовчик. Достаточно, как на мой взгляд, ровный. И с изнаночной стороны он очень простой и аккуратный. Получается лишь вот такая вот дорожка-косичка другого цвета. Можете, конечно, по желанию сшить и белым цветом, если у вас, допустим, вот как у меня бело-розовое. Либо, если у вас однотонное, то этого стежка вообще абсолютно будет не видно. То есть на фоне, допустим, если бы у меня была розовая, то на фоне розового и с передней стороны, и со стороны спинки было бы все, скажем так, невидимо. И так я буду сшивать до момента, где мы закрывали петельки для проймы. Вот до вот этого момента. То есть до самой последней петельки с одной и самой последней петельки с другой стороны. Так как мы провязываем попарно, то вот должно получиться их одинаковое количество. Последние две петельки косички я прошью первые петельки закрытия нашей проймочки. Для того, чтобы под самый-самый, скажем так, рукавчик, нам нужно вот так вот сшить, чтобы было достаточно ровно и красиво. Вот она моя пройма. И вот так вот я дошивала до конца. Теперь я вытаскиваю вот эту рабочую ниточку, которую я сшивала, и прячу, закрепляя краешек. Точно так же я повторяю с другой стороны. Освобождаю вот эту ниточку, которую я оставляла для сшивания. Складываю две стороны, то есть нашу спинку и перед. И аккуратненько прошиваю до самой-самой проймочки. При этом последние петельки у меня будут первые петельки закрытия проймы с одной и с другой стороны. И получится вот такой аккуратный краешек. Прячем ниточку с одной и с другой стороны. Все должно быть эластично, красиво и аккуратно. После сшивания боковых швов и плечика у нас должна получиться уже такая вот жилеточка. И нам лишь остается вывернуть ее на лицевую сторону и обшить горловиночку, обработать и наши проймочки. То есть вот такие получаются у нас с лицевой стороны красивые аккуратные швы. Все очень довольно-таки, как на мой взгляд, красиво получается. И сейчас мы будем обрабатывать горловинку и проймочки наши такой же резиночкой 1х1, которую вязали изначально. То есть точно так же обвяжем горловину и здесь вот проймочки. Находим, вот так вот поворачиваем боком и находим наши вот они кромочные петельки. Затем ниже отступаем эту косичку и ниже на одну петлю мы сейчас будем набирать петельки. Мы берем, присоединяем ниточку. У меня это будет ниточка розового цвета, так как я вязала здесь резиночку розовым цветом. Такой же я и буду обрабатывать края. И начинаем набирать петли на чулочные спицы. При этом начнем от проймы. Я начну с задней стороны, со спинки мне так удобнее. Вот, если же вы будете обрабатывать эту сторону, то, соответственно, начнем от линии проймы. Вот здесь вот бокового шва и по передней стороне, затем параллельно задней. Что хочу посоветовать? Набирайте одинаковое количество как по передней стороне от шва до шва плечевого, так и по спинке. Для того, чтобы при обвязывании у вас не была искажена резинка где-то больше, где-то меньше петель. То есть постарайтесь, чтобы у вас при наборе от шва до шва было одинаковое количество петелек с одной и с другой стороны. Для удобства в работе я возьму крючок. Теперь берем рабочую ниточку, я ее не закрепляю, просто натягиваю краешек на пальчик и нахожу вот они предыдущие петельки. Снизу, там где у нас проймочка, мы можем вводить петельки, которые были при закрытии. То есть вот она первая петля, дальше в следующую петельку вводим крючок вторая петля, в следующую петлю вводим крючок третья петелька, а теперь уже смотрим по ходу. Можем вводить в кромочные, а можем вводить в предыдущий вот он ряд, то есть вот так вот под кромочные. Единственное, что вводим аккуратненько, чтобы при наборе вот этих петелек у вас не образовывались ниже дырочки. То есть можете вводить одну петельку вводить из кромочной петли, а одну из промежуточного, скажем так, из промежуточной петли ниже на одну петлю. Теперь я переодеваю с крючка на спицы петельки, вот, и продолжаю набирать, набирать, набирать. Хотите, можете сразу спицей, я сейчас попробую спицей набрать, вот, спицей мне удобно с кромочных петель набирать. Вот, я сейчас посмотрю, сколько получится у меня от шва до шва, чтобы вам сказать, сориентировать вас. И в итоге, сколько у нас получится всего при наборе по всей окружности ручки. Итак, при наборе по одной стороне у меня получилось 31 петелька, значит, с другой стороны от шва до шва мне нужно набрать также 31 петельку. И по итогу окончания набора петелек, обратите внимание, чтобы у вас было четное количество, так как резиночка 1х1 вяжется рапортом четного количества, лицевая, изнаночная. Вот, как раз таки, 31 плюс 31 получается 62 по всей окружности, а значит, четное количество петелек для резиночки. После того, как набрали по всей окружности петельки, берем краешек ниточки, которые вводили, и рабочую нить связываем узелочек. То есть, делаем, как бы, закрепление ниточки, при этом у нас крайние петельки не будут растянутые. Итак, сделали узелочек. И сейчас, смотрите, мы начинаем вязать по кругу всего лишь 3 ряда. 3 ряда резинки 1х1. Начинаю я с лицевой петельки, заканчиваю я изнаночной петелькой. И чередую лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Первый ряд. Затем второй ряд вяжу над лицевыми, лицевые, над изнаночными, изнаночные. И третий ряд точно так же. Над лицевыми вяжу лицевые, над изнаночными вяжу изнаночные. Обычно рекомендуют после набора вот таким вот образом с края петелек вязать первый ряд скрещенными петельками. Но, честно говоря, я никогда не вяжу практически скрещенными петельками в очень редких случаях. Если вы видите, что у вас получается вот здесь ниже дырочки, то вяжите перекрещенными петельками, чтобы их не было. У меня дырочек не получается, у меня достаточно плотное вязание. Поэтому я не буду вязать скрещенными петельками. Я просто довязав первую спицу, продолжаю вязать на второй, как бы продолжаю вязать узорчик. То есть закончили на лицевой, вяжем дальше изнаночный. Закончили на изнаночный, вяжем дальше лицевой. Буду вязать по кругу. При этом, так как я начала ряд вот здесь, где у меня проймочка, то там же ряд и буду заканчивать. Третий, первый, второй и так далее. То есть, в принципе, провязав три ряда, если вам покажется малая ширина обвязывания рукавчика, можете довязать на свой вкус пару рядочков. Если же вам более чем достаточно, то, соответственно, продолжаете, скажем так, делать будем закрытие. То есть, после провязывания третьего ряда я буду делать закрытие. Связали первый ряд и дальше второй ряд продолжаем. Начинали с лицевой, значит, вяжем лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной. Вот так вот вяжем второй ряд по рисунку и третий. Связав три ряда, мне этой ширины достаточно. Сейчас я провяжу один дополнительный ряд для того, чтобы закрыть резинку 1х1 трикотажным швом. Там нужен дополнительный ряд. Можете сразу же при провязывании четвертого ряда делать закрытие петелек самым любым удобным для вас способом. Это либо провязывать по пар на петельке делать закрытие, либо провязывать по рисунку, как у нас идет резиночка 1х1, и перекидывать предыдущую провязанную петлю на последующую, как мы вязали, вот здесь сделали закрытие 4х петель для проймочки с одной и с другой стороны. То есть закрываете любым для вас удобным способом. Самое главное, запомните количество петель, которые вы набирали для того, чтобы связать аналогичным вторую пройму. Вот так у меня выглядит готовый край рукавчика. И сейчас мы будем набирать точно таким же образом, как набирали на рукавчике, петельки на горловинке. Для этого берем крючок, одну спицу готовим и берем краешек нашей отрезанной ниточки. Сейчас точно так же натягиваю я его на пальчик и нахожу вот эту центральную нашу петлю. Вот с нее я, пожалуй, и начну. Вот так захватываю рабочую ниточку и подтягиваю хорошо краешек, который у нас хвостик сзади. Теперь нахожу кромочные петельки и начинаю набирать из кромочных петелек и захватываю вот здесь предыдущий ряд. И периодически захватываю то с предыдущего ряда петельку, то с кромочной петельку. То есть вот таким вот образом я набираю петли, которые плавно переношу на спицу. Вот так вот. Я набираю по всей окружности, но при этом также рекомендую вам с обеих сторон по вырезу набрать одинаковое количество петелек. И с задней стороны точно так же набираем аккуратненько-аккуратненько петельки. Вот так у меня уже выглядит готовый край рукавчика. И сейчас мы приступаем к набору петелек на горловинке. Я уже начала набирать с самого уголка. При этом, смотрите, нам удобнее всего. Снова присоединяем нашу ниточку. Удобнее всего набирать по кромочным петлям. Плюс мы набираем петельку из каждого вот этого промежутка. Между лицевой и изнаночной петелькой, когда мы делали вот здесь вот закрытие, провязывание первых двух петелек вместе. Будем набирать и с кромочной, и из вот этой петельки. И с кромочной, и из вот этой петельки. И таким образом у нас получится достаточно плотная и красивая вот здесь вот, скажем, набор петелек красивый. И получится не слишком большое количество петель. И в то же время получится не слишком реденько. То есть набираем, смотрите, из каждой кромочной петли. При этом я набираю из промежутка, вот так вот из промежутка, и из кромочной петли. Переодеваю я с крючка на спицу. Вот так. Вот он промежуточек. У нас как бы эта кромочная тоже петля. Поэтому, в принципе, набираем из каждой кромочной петли. Но здесь одна петля кромочная идет в свободном, вот таком вот виде. А одна петля вот достаточно туго здесь закреплена из-за провязывания вместе двух петелек. Вот, смотрите, с изнаночного ряда кромочная у нас легко снимается. А из провязанных двух вместе петелек мы по центру вводим крючок и точно так же перебрасываем готовую петельку на спицу. В итоге у меня по одной стороне поместилось 32 петельки. И последняя петля, посмотрите, расположена очень близко к плечевому шву. Точно так же я начну набор очень близко к плечевому шву с другой стороны. Плавно перейду на набор петелек на спинке. Здесь у нас просто из каждой кромочной петли выводим петельку. А вот здесь вот из боковой стороны тоже повторяем из кромочной петли промежуточной кромочной петли. Из кромочной промежуточной. Промежуточная это там, где мы провязывали две петли вместе. Плавно перейдем на спиночку и точно так же с другой стороны подним петельки с вот этого подъема. Со стороны спинки я набрала 36 петелек. И теперь я перехожу на вторую сторону нашего выреза. И точно так же аналогично первой стороне должна буду набрать 32 петельки. Причем со второй стороны, посмотрите, у нас здесь не четко видны переходы кромочных петелек и там, где мы провязывали вместе. Вот смотрите, вот мы провязывали вместе, а обратного здесь как бы ряда нет. То мы, получается, снимали петельку не провязаны. Поэтому вот она петля кромочная. Из нее поднимаем петельку. А из предыдущего ряда, там где мы вязали петельки две вместе, поднимаем из изнаночной петли одну петлю. А вторую петлю из этой же петельки кромочной. Затем снова, вот она, наша изнаночная, мы из нее поднимаем петлю. Вторую поднимаем из крайней кромочной. Снова из предыдущего ряда изнаночной поднимаем одну петлю. Вот она у нас. А из кромочной поднимаем вторую петлю. Снова, вот она у нас, изнаночная предыдущая. Мы поднимаем из нее петлю. Вводим аккуратненько, чтобы не цеплялся крючок. Вот из нее первая петля. А из кромочной, рядышком, которая у нас петелька, вторая петля. Снова из изнаночной одна петля. Из кромочной вторая петля. И вот так вот набираем до конца. По сумме у вас должно выйти 32 петельки. Я набрала 31 петлю и 32. Предлагаю вам набрать из той же петелечки, откуда у нас набрана первая петля. То есть, как бы из центральной нашей петельки. Теперь берем краешек ниточки, которые вводили. Вот она наша, краешек ниточек и рабочая нить. Берем, завязываем точно так же, как делали на рукавчике, узелочек. Вот так вот туго затягиваем нашу первую и последнюю петельку. И теперь, завязав узелочек, начинаем вязать первый ряд. Первый ряд мы точно так же начнем вязать уголка и закончим уголком. Начинаем с лицевой петельки, затем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее. Продолжаем чередовать. Точно так же начинаем обвязывать резиночкой один на один. При этом, если у вас так же все хорошо, как у меня, то просто обвязываем. Если же у вас здесь получается при обвязывании дырочки, то предлагаю вам вязать первый ряд перекрещенными петельками. Провязали первый ряд. И обратите внимание, чтобы у вас первый ряд не был слишком затянутый, в то же время, чтобы не был слишком свободный. Он должен прилегать в меру. И теперь мы не продолжаем по кругу вязать второй и третий ряд, а будем вязать поворотными рядами. То есть сейчас мы будем вязать против часовой стрелки второй ряд, как бы изнаночный. Если мы будем вязать по кругу, то у нас получится оттопыренный вот такой вот край. То я предлагаю вам вязать прямыми обратными, то есть поворотными рядами, для того, чтобы у нас получился ровно по центру в уголке, скажем так, разъемчик, который мы потом будем сшивать, как бы пришивая друг на друга. Сейчас мы разворачиваем вот так вот удобным для вас, скажем так, способом или стороной. И я как бы можно, то есть провязывать первую петлю, а можно снимать как кромочную, то есть не провязывая. Дальше у нас идет по рисунку изнаночная, так и вяжем изнаночная. Над лицевой вяжем лицевой. То есть вяжем как бы резиночку один на один, но не провязывая по кругу, а вот так вот поворачивая, провязав три спицы, повернули на изнаночную сторону, провязали три спицы, а затем снова мы развернем и три спицы провяжем по часовой стрелке. То есть дойдя до уголка, мы провяжем, получается, первый ряд провязали, провяжем второй ряд и третий ряд. Связали второй ряд и сейчас снова разворачиваем и вяжем третий лицевой ряд. Первую я снимаю, дальше по рисунку у меня изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и так далее. Я свяжу три ряда и затем вернусь четвертый ряд на изнаночной стороне для того, чтобы снова закрыть петельки трикотажным шовчиком. То есть мне этот ряд лишний нужен для того, чтобы закрыть красиво петельки. Для тех, кто будет закрывать петли, хотите, можете уже в изнаночном, получается, четвертым по счету от начала ряду закрывать петельки. Для тех, кто хочет горловинку пошире, для того, кому покажется мало третьих ряда и четвертых, которые мы будем закрывать ряд, то я предлагаю вам связать еще, ну, такое количество рядочков, которое вы считаете достаточным. Сейчас я вяжу третий ряд и вернусь четвертым рядом в начало лицевого ряда и довяжу как бы до конца изнаночный ряд. Затем закрою петельки и у меня получится вот такая горловина, скажем так, с расхождения в углу. Закончив вязать горловину, мы сейчас, смотрите, получили вот такой вот разрез по центру в уголке снизу. И теперь я ниточку специально, которую я закрывала, не отрезала. Теперь мы, смотрите, должны сшить вот этот, скажем так, разрыв. Если у вас жилеточка для мальчика, то вы сначала кладете левую сторону, пришиваете вот здесь вот снизу, а затем кладете правую сторону и пришиваете точно так же вот здесь вот снизу. Если же у вас жилеточка на девочку, как у меня, то сначала кладем правую сторону, пришиваем, А затем, не отрывая ниточку, пришиваем сверху левую сторону. То есть, если вы повернете кверх ногами, у вас доминирующая сторона вот эта правая. То есть, если вы вспомните еще, как застегиваются женские кофточки, то вы поймете как раз таки, что доминирующая сторона должна быть правая. Если смотреть, скажем так, сверху вниз, то это левая сторона, скажем так. Вот так вот пришиваем сначала нижнюю часть, вот так вот, буквально несколькими стежками, а затем, не отрывая ниточку, дойдя до уголка, с уголка вверх, буквально несколькими стежками пришиваем верхнюю часть. И все, горловинка наша будет готова. И нам останется лишь только украсить жилетку. Не забудьте спрятать все краешки ниточек на изнаночной стороне. И вот, что у нас получается в итоге. Украсить, если жилеточка у вас для мальчика, можно, в принципе, основными двумя способами. Это, не забывайте, что у вас правая сторона будет, скажем так, сверху, то вы просто на нее пришиваете буквально две, а то и можно три пуговички. Единственное, что у меня вот под цвет моей кофточки я нашла такого размера. Можно пришить поменьше и желательно, чтобы они были с ударами. То есть, бывает на два удара, либо на четыре пуговички. Вот как раз таки, если они будут с ударами, в данном случае я вам покажу на доминирующей женской стороне. Вот так вот две пуговички можно, или три пуговички. Вот так вот сверху. Но это по желанию, если вы хотите украсить для мальчика жилеточку, можете какую-то нашилочку пришить. В общем, в принципе, тут уже, скажем так, вам подскажет, как ваша фантазия. Если же это жилеточка для девочки, можно использовать самые обычные вот такие вот цветочки крючком. Я сейчас их надела на иголочку, швейную булавку. И можно сверху вот так вот пришить к ним бусинки. Вот как раз таки я сейчас, благодаря иголочкам, вам смогу показать, как это, можно так сказать, будет выглядеть по итогу после пришивания. Вот делаете либо вот такие вот три цветочка в любом месте пришиваете, либо с правой стороны, либо с левой. Можете ближе к краю, ниже и так далее. То есть вы уже смотрите на ваше усмотрение. Вот можете сделать, опять же, какую-то аппликацию, либо же это аппликации, которые пришиваются. В общем, в принципе, очень достаточно большое количество. Можно придумать для жилеточки на девочку украшений. Вот, конечно же, кому понравилось, не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петель. Пока-пока.